Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дом мой назовется Домом Молитвы. Такие слова, дорогие отцы, братья и сестры, имеются в Евангелии, которые сказал сам Господь Иисус Христос. И они по существу определяют цель и назначение Церкви как храма, как дома для молитвы к Богу. Милостью Божией мы с вами сейчас совершили освящение еще одной святыни в Шахтерском регионе, посвятив этот храм в память и честь отечественного святого благоверного князя Дмитрия Донского. Невольно в этот день вспоминается жизнь и подвиги этого угодника Божьего. Чем же он прославился в Церкви и почему был причислен к лику святых угодников Божьих в год Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году. В его житии говорится следующее. Родился он в 1350 году. Вскоре умер его отец, князь Иоанн, и юного князя воспитывал митрополит московский Алексий. Это общение со святым человеком отложило неизгладимый след в жизни, в служении, в характере будущего московского князя Дмитрия. Он также был хорошо знаком, много общался и получал духовную пользу от преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. В его житии говорится, что уже с юных пор он стал заботиться о том, чтобы укреплялось российское государство. Всячески способствовал собиранию земель, объединению княжеств в одно государство. С тем, чтобы набрать силу, иметь возможность противостоять любому внешнему врагу и особенно татаро-монгольским полчищам. В его личной жизни, в житии говорится, что это был глубоко богобоязненный человек. Главной чертой характера, который отмечается в его жизни, это была безграничная и всецелая любовь к Богу. Его жизнеописатель свидетельствует, что вся его жизнь может быть изложена в одном слове. Быть с Богом всегда и побеждать с Богом все на жизненном пути. Когда ему исполнилось 20 лет, то он впервые стал готовиться к тому, чтобы дать отпор самому страшному и самому опасному врагу для всех княжеств Святой Руси – татаро-монголам. Он усердно молился Богу о том, чтобы Господь укрепил Своей благодатью дух русского воинства и не спасал победу нашему воинству и освобождение стране. Впервые победа русского оружия над волжскими татарами или болгарами, как называли, произошла именно в сражении, которое возглавлял князь Дмитрий Донской. Эта битва произошла в 1376 году. Несмотря на то, что враг превосходил и количество, и он был лучше вооружен, русские войска одержали в то время первую и очень важную победу над татарами. Через два года хан Мамай послал своего лучшего полководца Бегича с тем, чтобы покорить московское государство и разорить его. Однако и в этом сражении князь Дмитрий Донской вновь одержал еще одну победу над татаро-монгольскими войсками. Летописцы называют это генеральным сражением перед Великой Куликовской битвой, которая произошла, как мы знаем, из летописи нашего Отечества в 1380 году. Именно за победу в этом сражении князь Дмитрий получил наименование Донского. Эта битва произошла 8 сентября, в день, когда согласно церковного календаря Святая Церковь прославляет Божию Матерь и встречает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Важно отметить, что за несколько дней до этой кровопролитной сечи, до этого решающего сражения, юный князь посетил Троицы Сергии в Улавру, где обратился к преподобному Сергию за молитвенной поддержкой и укреплением. Игумен с земли русской воудушевил совсем еще юного князя и сказал «Ты победишь!» И действительно, русское оружие одержало победу. Князь Ильихан Мамай позорно бежал, проиграв решающее сражение на реке Дон. После этого кровополитного сражения в обители преподобного Сергия по благословению ее настоятеля и по просьбе князя стало совершаться ежегодное поминовение всех погибших воинов. С тех далеких времен этот день стал днем всецерковного поминовения и заупокойных богослужения. Он известен в церковном календаре как Димитриевская родительская суббота. Это ближайшая суббота к дню памяти святого Димитрия Солунского. Память Димитрия Солунского согласно церковного календаря отмечается 8 октября. Так вот, ближайшая суббота к этому дню стала родительской, Дмитриевской, в память о погибших воинах на поле Куликова. Знаменательное событие произошло за несколько дней и до самого Куликовского сражения. История свидетельствует, что юный князь был ободрен и тем, что именно в это время за несколько дней совершилось чудесное обретение нетленных мощей святого благоверного князя Александра Невского, который был родственником Димитрия Донского и являлся ему прадедом. Это чудесное и знаменательное событие, как говорил святитель Алексей Митрополит Московский, явил Бог для того, чтобы укрепить дух русского воинства и указать ему на грядущую победу. Князь Дмитрий прожил совсем недолгую человеческую жизнь. Он умер в возрасте 40 лет. Его кончина последовала 19 мая по старому стилю или 1 июня по-новому 1390 года. Похоронен он, и его честные мощи находятся в Архангельской церкви Московского Кремля. В 1988 году князь был причислен к лику святых. В 2004 году, 1 октября, Синод Русской Православной Церкви учредил награду Русской Православной Церкви в виде ордена в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского Трех степеней. Таким образом, увековечив его память. После того, как князь одержал историческую победу на поле Куликовом, он не только благодарил Бога в своих молитвах, которые совершал в храме, но и построил ряд монастырей, великих святынь, которые знает вся Россия. Именно при нем и с его участием были построены такие известные монастыри, как Рождество Божией Матери на поле Куликовом, Галутвинский монастырь, Николо-Угрешский монастырь под Москвой и Успенский собор Симонова монастыря в Москве. Мы с вами совершили освящение храма в честь нашего Отечественного святого в особое знаменательное время. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви несколько дней назад наша с вами церковь стала отмечать юбилей своей истории и своего земного бытия 1025-летия Крещения Руси. Этот праздник будет проходить и в России, и в Белоруссии, и на Украине в течение двух недель. Мы с вами приурочили сегодняшнее освящение храму этому славному юбилею нашего Отечества и Русской Православной Церкви. Потому что служение Дмитрия Донского оно неотделимо ни от истории церкви, ни от тем более жизни государства российского. Когда мы с вами совершаем освящение той или иной святыни, мы через это не только освящаем новый храм, новую часовню или еще что-либо, но через это, братья и сестры, мы с вами совершаем и освящение нашей с вами человеческой жизни, окружающей нас Божий мир, наш быт, нашу человеческую жизнь. Кроме того, это событие и общая молитва в храме, где мы с вами сейчас собрались, она объединяет нас всех. И не только географически, одним местом в храме, она, что более важно, объединяет всех нас духовно, силой нашей молитвы, которую мы вместе с вами возносим к одному Богу, прославляемого в Троице Отцу и Сыну и Святому Духу. Для чего человек строит храмы и освящает их? Храмы, братья и сестры, нужны людям, независимо от того, какое человек занимает положение в обществе, независимо от его возраста, социальному принадлежности, образование и так далее. Мы с вами строим храмы для того, чтобы всем нам с вами стать через них добрее. Без Бога человек не может в своей жизни совершить самого главного. То, что его и отделяет, отличает от всех других существующих живых существ. Без Бога человек никогда не научится творить добро и милосердие. И вот если у человека в сердце, в его душе формируется и воспитывается любовь, благоговение к Богу, уважение к ближним, к окружающим его людям, к тому миру, в котором он живет, то у такого человека созидается самое важное, самое необходимое, то, что называется опорой, стержнем жизни. И если человек в своей жизни руководствуется законом Божьим, то есть голосом своей совести, то это помогает ему сохранять в чистоте свое сердце, корректировать несовершенную греховную земную жизнь, всякий раз проверять и подвергать суду Божьему, а правильно ли мы поступаем, а достойно ли мы мыслим, а так ли мы свои отношения строим с окружающими людьми. И это важно, необходимо прежде всего для нас с вами и в отдельности и для всего человеческого общества. Потому что когда взаимоотношения людей и в семье, и в коллективе, и в обществе строится на законе Божьем, то в таком обществе и с такими людьми находится сам Бог. А Бог это Бог мира и любви. Тогда и в семье, и в коллективах, в обществе, и в стране людей всех связывает эта благодать Божественной любви. Оно становится крепким, солидарным, способным преодолевать любые трудности, которые встречаются на жизненном пути. Побеждать любого врага, который приходит на нашу страну, на наше государство. Потому что нет другой силы, которая смогла бы победить силу Божию, его благодать, его всемогущество. Мы строим храмы для того, чтобы они украшали и наши с вами города, села и поселения. Мы строим храмы для того, чтобы, входя под их своды, человек обретал самое важное и самое нужное для него мир в своей душе, в своем сердце, в своей семье, в рабочем коллективе, в городах и весях. Мы строим храмы для того, чтобы в них человек обретал мир со своей душой, со своей совестью, с окружающими его людьми. Святыни строятся для того, чтобы произрастали плоды духовной жизни в нашем с вами обществе. И эти плоды духовной жизни, они вытесняют все то, от чего мы с вами страдаем, зло и неправду, и в личной жизни, и в семейной, и в общественной. Потому что там, где Бог, там мир, доброта и согласие. Это, пожалуй, самое важное и самое нужное, о чем нам с вами следует помнить и дорожить. С храмом Божьим всю свою земную жизнь связывали наши благочестивые предки, деды и прадеды, начиная от крещения Руси и в протяжении всей последующей уже тысячадвадцатипятилетней истории нашего Отечества. В храм они приносили детей, чтобы покрестить их в таинстве крещения. В храме они спрашивали благословения на семейную жизнь в таинстве венчания. В храм они обращались тогда, когда уже никто не мог помочь им. Ни врачи, ни лекарства, в случае заболевания какой-либо болезнью и получали в храмах очень часто исцеление или поддержку в своих невзгодах, болезнях и страданиях. Наконец, из храма все мы с вами, как православные христиане, уйдем в путь всея земли. Поэтому храм для христианина, как говорят святые отцы, это распростертые объятия божественной любви, это раскрытые врата божественного милосердия, пройдя через которые, человек вновь обретает самое важное и самое нужное. Он вновь становится сыном Божьим по благодати. Мы с вами, совершив освящение нового храма, сейчас будем совершать первую божественную литургию на освященном прессоре. По-гречески это богослужение часто называется Евхаристией, что в переводе на русский означает благодарение. Давайте, дорогие отцы, братья и сестры, за первой божественной литургией вместе будем с вами одним сердцем, одними устами прославлять воскресшего из мертвых спасителя, прославлять Божию Матерь, как честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения Серафимов. Молиться и ныне вспоминаемому Отечественному Святому, благоверному князю Дмитрию Донскому, чтобы его молитвенный покров всех нас с вами хранил в мире любви, здравии и согласии. Аминь. Аминь. Дмитрию 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 Продолжение следует...